Всем доброе утро! Всем привет! Всем привет! Все такие жустренькие сегодня. С утра. Ты когда Максу очки отдашь? А это мои очки. Мы едем на дачу. Вот такие дела. Да, мы едем на дачу. Вот. Сейчас мы там что будем делать? Мы сейчас подарочки привезем туда. Потому что там сейчас все находятся. Бабушка, мама, дедушка. Все на даче. Ну и все там у нас рядом. Да, потому что в пятница капитан шоу будет чудесно. Сегодня суббота. Вот смотрите, 19-е. 19 августа. 10-20. Время суббота сегодня. Поэтому все на даче. Мы хотели чуть пораньше выскочить из города, чтобы успеть на дачу. Потому что в субботу как бы у нас все едут на дачу. Блин, и только у нас везде. Ну и в пятницу едут в субботу. Вот. Мы хотели выскочить. А все обратно едут. Да, мы хотели выскочить побыстрее, пораньше. Но что-то у нас как-то не особо это получилось. Ну и ладно. Хотели в восемь, поехали в десять. Ну как обычно. Ребята, мы хотели же вам рассказать, да. Сколько у нас там чего получилось. И хотели в отдельном видео это сделать. В этом видео расскажем. Наверное, в этом видео, да, расскажем. Потому что, короче, мы дома приехали. Ну, сами понимаете, да. После отпуска надо что-то туда-сюда, что-то всем что-то надо. Надо здесь встретиться, там поговорить, там что-то решить. Короче, вот такая вот фигня. И вообще прям некогда-некогда. Даже присесть некогда. Поэтому пока еще и... Ну, из-за этого пока и не сняли. Но ничего страшного. В этом ролике обязательно все расскажем. Мы уже на даче. Мы здесь уже давно. Заезжали сначала к бабушке. Теперь приехали за котами за нашими. Мама, коты за грибами не уходили? За грибами не знаю. Сейчас узнаем. Персик от нас убегает. Персик, ты что нас забыл? Персик. Персик. Нюхает, нюхает, смотри. Кс-кс-кс. Персик. Ну, мяукает, наверное, угнал. Персик, ты что маленький? Забыл нас уже? Давай, спускайся. Персик. Персик. Он вообще не понял, что происходит. У нас месяц не было. Ну, конечно. Персик. Он сейчас на чердак убежит и все. Не, не убежит уже все. Он уже нас вспомнил, я думаю. Видишь? Персик. Спускайся давай. Оля! Иди-ка. Ты что такой тюмазый? Ты что такой тюмазый? Куда пошел, Персик? Домой поехали. У нас тут такие вкусняхи. Ну-ка покажи. Копчемненькие. Вот такое любим. Вот такое любим. Да. Вот такое тоже. Персик, короче, ушел. Борьки вообще не видать. Коля куснул. Гусеница. Борька непонятно где. Не знаю, где мы его будем искать. Я уже прошел пологорода. А котики наши жили у дедушки на даче. В теплицах? Макс думает, Борька в теплице сидит. Мне кажется, он с Персиком на крыше сидит. Да, но что они уезжать-то не хотят? Ну да, конечно, у них тут вообще раздолье. Они тут и мышей ловят. Птичек гоняют. Бегают по всему огороду. Коля пошел искать персика. Интересно, он убежал оттуда или нет? Посмотрю. Сейчас Коля вам покажет, где персик. Не видно его? Да есть он там? Так. Он там, видите, в углу сидит. А его оставляете? Персик. Куда-то пошел. В углу проведу. Ему единственное, что им обоим гради. Единственное. Только ожирение, и все. Персик. Ц-ц-ц-ц-ц. Ц-ц-ц-ц-ц. Ц-ц-ц-ц-ц-ц. Ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-й-ц. Ц-ц-ц-ц-ц-ц. Ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц. Ц-ц-ц-ц-ц. классно прям пахнет вообще аромат такой до вот я думаю сейчас маленечко освоится что мы здесь может все таки выйдет к нам а боря так и нету более где-то на каких-то других дачах шарится борька к нам сам пришел когда мы там сидели кушали он видимо где-то гулял пришел нагулялся помяукал нам смотрите какой жирный он такой жирный стал вообще он от нас не убегает персик не хочет домой ехать мне кажется горько то и тоже не хочет горько тоже не хочет но горько это не убегает от нас лежит кайфует борис а борис это кабанчик я думал они будут прям сильно чумазы горько смотри весь беленький чистенький такой хотя он тут везде в земле и ламы лапы грязные сам по себе он чистый ложись ложись на солнышке лежит смотри котик убери стоять куда ухо свое дергай персик мой маленький персика никак не выманить персик не убегай возьми его на руки держи его ты че ты нас забыл ты домой не хочешь что ты такой ладно не отвезем тебя домой персик ты че все пошел пошел дай мне его в общем коты у нас отпросились еще маленького деда пожить им здесь очень понравилось говорят они вообще не захотели идти если честно не ну болька как-то нормально персик что-то вообще я его на руки взяла он прям вырывается хотя он дома он очень любит на руках когда с ним ходишь ну а здесь он прям вообще вырывался он не ко мне на руки не к максу не к свете никому хотя со светом он все время спал он у нее спал на голове всегда и он постоянно на ручки просится дома его на руки он короче подходит начинает мяукать его на ручки берешь все и он мучить что-то он домой по ходу не собирается здесь конечно здесь всякие птички там все можно бегать там везде территория большая по всей улице и все ему видимо здесь очень сильно понравилось и мы теперь не больше домой решили пока тепло пускай они здесь поживут раз им здесь так хорошо а потом уже домой заберем холодать начнет максим макс хотел горько забрать максим уже хорошо здесь пускай они тут пока побудут борька но не убегал но ему тоже здесь очень сильно нравится им прям видно что по ним видно что они прямо ходят балдеют они оба жирные такие стали вообще обалдеть такие добрым мощные такие здоровые настоящие коты но мы с бабушку заберем по ним город вот ребята наконец-таки вы дождались того момента когда мы вам расскажем сколько денег у нас было потрачено на все про все у нас уже кстати другой день ну да мы что-то в тот день просто замотались и короче опять не получилось выбор столько приехали всем надо надо сюда съездить на там поговорить надо сюда приехать то есть вот эти вот все моменты туда-сюда работа началась и работа далее времени нет в общем смотрите с первого начну с бензина обратно мы потратили 15 тысяч четыреста пятьдесят восемь рублей если прям быть так прям точности этому сюда в город приехали у нас бензин еще на маленько там что было ну прям уже на баке на таком на пустом приехали это скажи сколько еще туда потратили туда потратили тоже 15 700 у нас получилось туда там у нас бензина была в краснодар заехали у нас бензина была полный бак прямо ну под самое горлышко это мы потратили 15 700 в ту сторону и в обратно 15 400 то есть все то же самое также обратно приехали потом в гостиницах мы ночевали где-то в среднем полторы-две-две 500 по бензину значит в красноярске на сегодняшний бензин стоит 58 10 но опять же по разному на разных заправках в сочи 59 стоил во всех остальных городах 52 51 54 то есть но вот таком что-то диапазоне 55 по разному везде вот сколько мы потратили денег на все про все где-то 250 260 тысяч у нас ушло это вместе с дорогой с покушать с развлечениями с ночевками с ночевками со всеми в общем целом вот у нас ушло где-то 250 260 тысяч на при том что мы ни в чем себе не отказывали покупали все что мы хотели кушали где мы хотели и сколько хотели ну то есть просто отдыхали и все как бы его такая сумма у нас получилась ну да но мы заранее ничего не бронировали потому что у нас изначально был план такой вот когда мы приехали написали о зачем в анапу там поехали туда сюда идти лучше сочи мы доехали получается до темрюка вот там и поехали веселовку и вот оттуда то есть самого верха до грубо говоря до самого низа мы прокатились по всему побережью то есть останавливались там 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 жилье в среднем стоит ну на тот момент когда мы там были это было и конец июля начало августа мы ровно месяц путешествовали у нас ушло жилье стоило где-то среди она четыре тысячи три пятьсот четыре вот так да и если бы мы заранее бронировали было бы дешевле было бы где-то около трех тысяч вот кто-то даже за 2 500 мне говорили снимали это если если бронировать заранее но мы не могли забронировать заранее потому что мы не знали где мы будем какого числа где-то мы оставались подольше где-то оставались поменьше и ну как бы вот так вот поэтому такую сумму пришлось платить то есть мы не были нигде привязаны что очень как бы но в нашем нашем случае то есть нам так больше нравится хотим ну то есть а так что да там о завтра доехать все то есть лучше побольше заплатить но зато мы будем точно знать что мы нормально отдохнем там где нам понравилось да и мы оставались то есть там где нам нравилось больше всего вот веселовки кстати там мы жили в палатке палатка стоила 600 рублей ну своя палатка просто постоять вот до всех остальных местах это было самое дешевое место дальше было вот три пятьсот четыре тысячи в среднем примерно где-то такая цена была три девятьсот там четыре вот так в сочи мы жили у родственников поэтому мы там не платили ничего поэтому вот мы здесь сэкономили как бы неплохую сумму денег потому что мы там прожили 12 12 13 дней что такое мы там прожили и там удалили получается сэкономили очень неплохо на море также доходили купаться все всякие экскурсии мы брали мы были вот в красную поляну ездили где нам очень сильно понравилось розу хутор ездили там нам вообще не понравилось от слова совсем это больше намного ходить там вот кто любит походить побольше там понравится там не то что вы даже походите там как-то это типа по горам по этим удержите камни эти там ну короче жизнь нету какой-то только там вот красные поляне были видите там был лес то есть там больше локаций где можно было погулять там понравилось больше народу там почти нету никого может быть конечно мы так попали я не знаю ну там реально народу было меньше и стоило кстати мы отдали в красной поляне 6 500 за троих два взрослых и ребенок а получается в розе хутор мы отдали почти 9000 8 800 8700 что такое мы отдали за то же самое поэтому не знаю почему все розу хутор рекомендуют нам она не понравилась вообще может мы просто приехали в такое время мы кстати когда приехали там уже как раз вот эти все с экскурсиями толпы людей были а на красную поляну мы приехали попозже мы там почти в обед приехали ну возможно уже все эти толпы ушли нет куда они ушли исчезли что ли там кстати можно рассредоточиться так нормально вот в розе хутор все как бы толпой грубо говоря и ходят никуда там не уйдешь ни на какие тропы в общем мы поехали на машине туда потому что мы хотели вот ну прокатиться да так сказать по россии посмотреть где что какие дороги кстати дороги да вот на юге гораздо лучше чем здесь я вот там я мы не допустим не видел здесь она яма на яме ямой погоняет да как бы едешь и смотришь где вы круглую яму бы не залететь колесо бы не оставить там я нету хотя там фуры да вот свет у нас же говорят там фуры давят эти дороги там все у нас поэтому они ломаются а там их еще больше этих фур ездит учета там ничего не ломается как то вот интересно конечно еще у нас был вопрос в комментариях мы как-то говорили еще год назад о том что мы хотим переехать из красноярска и поменялось ли наше мнение спустя год хотим ли мы переехать до сих пор или нет переехать мы хотим мы планируем переехать но не в самое ближайшее время просто для того чтобы переехать на на пмж да как бы это же не делается вот так вот доход такой вот все завтра я тоже нужно ну подготовить почву для этого то есть это много и упорно нужно поработать как бы такая нелегкая задача нужно поработать и нужно еще и найти место где бы мы хотели жить ну как бы пожить там какое-то время наверное прежде чем покупать жилье ну то есть красноярске допустим если покупать но мы тут все знаем да тут в принципе можно взять и купить но мы не хотим здесь жить поэтому кстати ребята не нашли такое место идеальное для вас там в комментариях писали что мы потратили 140 тысяч там кто-то пишет не верю там это был мы говорили да что мы потратили 140 тысяч но это было на тот момент когда мы записывали этот ролик прошло где-то недели две того как мы путешествовали это был промежуточный этап то есть это не общая сумма это был промежуточный этап то есть кто-то спросил сколько мы потратили мы на этот момент на который записывали ролик сказали что вот на на сегодняшний день было потрачено 140 но мы путешествовали дальше и там ну еще сколько там помощи две недели там были поэтому естественно было потрачено больше ну где-то до 250 260 сейчас что-то вот в таком духе и многие кстати думали что эти видео мы записали как бы мы приехали домой смонтировали начали выкладывать нет мы снимали и в настоящем времени мы выкладывали видео буквально там ну может день-два задержка была потому что интернет там есть к сожалению не везде красной поляне кстати он есть идеальный интернет кстати он даже в горах там представляете есть неважно высоте в лесу не в лесу везде утае четыре палки везде интернет летает в рози хутор нет в рози хутор не было интернета да ну и вот где мы жили допустим вай-фай есть к нему там все подцепятся к этому вай-фай и он вообще не волокет то есть получается что как бы вроде бы как бы интернет есть а вроде бы как бы его но видео они загружаются то есть ставишь на загрузку да она пишет что будет загружаться там день, там полтора дня. И вот день оно и загружалось. С утра я ставила на загрузку, и вечером, допустим, оно загружалось, и только на следующий день утром получалось его выложить, потому что ночью все равно бы его никто не смотрел. Ну и как-то вот так вот. Ну, старались, конечно, выкладывать сразу. Нам на юге, в общем, очень сильно понравилось. Прям, ну, классно было. И в Анапе было классно, и в Сочи было классно. Единственное, там пробки, ну да, что поделать, как бы. Вот. Жарища такая, ну, классно. Жара такая приятная была. Жарища, но классно. Да, жара была приятная, море тёплое. Нет, если отдыхаешь, то жарко, когда жарко, то классно. Ну да, если работаешь, то в такую жару тяжело, наверное, работать. Даже что говорить в Красноярске, вот когда лето, там, два месяца, тоже, как бы, тяжело работать, потому что жара. А так, ну, когда отдыхаешь, конечно, здорово. В общем, поездка нам всем очень понравилась, и Максиму тоже прям, он хочет ещё ехать. Расход у нас на автомобиле был где-то в районе 5-6 литров на 100 километров. У нас фит, он объёмом 1,3 литра. Ну, едет, в принципе, он бодренько так, нормально, то есть на нём, ну, естественно, машина городская больше, чем по трассе так вот ехать. Но, в целом, он нас довёз нормально туда-обратно, как бы, без всяких проблем, поэтому я считаю, что вид себя прям оправдал. Хотя у него мотор ещё стоит, представляете, ещё родной на машине на этой, хотя и лет уже много, а мотор ещё родной стоит. Вот так вот нас возил. В принципе, нормально. Нам всё понравилось, как бы, всё вообще было очень классно, и... Чё, мы раньше не ездили, не знаю, надо ещё съездить будет. На этом будем видео заканчивать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, спрашивайте вопросики. Если вас какие-то интересуют, будем отвечать также в видео. Всем пока! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok